Всем привет! Недавно на просторах интернета мне попался один очень интересный рекламный видеоматериал, в котором с помощью чудо-средства ремонтировали сколы и трещины на лобовом стекле очень простым способом. Всего лишь наносили это средство на трещину и она уходила. Вот я и решил заказать этот ремонтный герметик и проверить его действие на реальном автомобиле. Но оказалось, что в комплекте с ним идет не только герметик, но и куча вот таких вот приспособлений и собственно говоря это получается стандартный набор для ремонта стекол. Грубо говоря я повелся на рекламу, от чего хотелось бы вас уберечь. Но тем не менее вот такое средство у нас появилось в наличии и я предлагаю снять на него видеообзор. Кстати о видеообзорах. В следующем месяце с 9 по 10 число будет проходить фестиваль видеоблогеров Видеожара. Мы примем участие в этом мероприятии, ну и вы собственно говоря тоже можете присоединиться к этой движухе. Итак, вот наше повреждение лобового стекла. Это такой себе нестандартный скол. Есть центральная его часть, от которой отходят небольшие трещинки. Но самое интересное, что в сколе не образовалась воронка. То есть кусочек стекла остался на своем месте. В принципе наверное хотелось бы все оставить как есть, но технология ремонта стекла с помощью этого средства предусматривает на определенном этапе создание вакуума. И я переживаю, что вакуум может все-таки приподнять вот этот кусочек. Поэтому сейчас перед ремонтом мы попробуем без ремонтного герметика создать здесь вакуум и посмотрим отойдет вот этот скол или нет. В комплекте с герметиком идет вот такой инжектор, в котором мы можем регулировать расстояние до лобового стекла, а также имеем поршень на резьбовом соединении, выкручивая который создается вакуум. Сейчас мы плотно прижмем рабочую часть с силиконовой прокладкой к поврежденному месту и потихоньку будем выкручивать поршень инжектора, создавая таким образом вакуум. Чтобы расположить инжектор точно над сколом, я сначала выкрутил поршень и через образовавшееся отверстие прицелился точно на скол. Теперь я могу работать дальше с этим устройством. Теперь выкручиваем поршень примерно до середины и подождем каких-то 5 минут. Так мы будем точно знать, отойдет ли этот скол от основного стекла или нет. Почему я за это переживаю? Потому что если в процессе ремонта стекла кусочек стекла немножко приподнимется и под ним будет слой герметика, тогда у нас поверхность стекла будет неровной. То есть вот этот вот кусочек стекла, он будет немножко выступать над поверхностью основного лобового стекла. В общем, этот инжектор создает такой себе условный вакуум и что-то мне подсказывает, что наше стекло осталось на своем месте. Вот мы его откручиваем, да, и, собственно говоря, там все как было, так и есть. Поврежденный участок я решил проверить еще с помощью лезвия. Как видно, лезвие не цепляется за скол, но, соответственно, значит, он не выступает за уровень лобового стекла. Раз наш скол надежно держится и не рассыпается, то, я думаю, можно переходить к его ремонту. Для начала, по моему мнению, было бы неплохо попробовать обезжирить эту поверхность, так как в скол могут попадать различные загрязнения с дорожного полотна, которые сделают работу герметика менее эффективной. Поэтому весь вот этот участок я сейчас хорошо обезжирю с помощью шприца антисиликоном. Затем мы все это вытрем и, наверное, немножко тем же шприцом зачистим края трещины, чтобы средство попадало туда лучше. Не знаю, правильная поступа или нет, но мне кажется, что, выполняя подобные работы, важно подготовить и очистить поверхность. Я специально использую шприц, так как форма и заточка иглы позволяет вычищать грязь из таких тонких, деликатных, труднодоступных мест. В отличие от какой-то обычной иголки, которой, скорее всего, у нас получилось бы просто затолкать грязь дальше в трещину. Далее мы выполняем уже знакомую процедуру. Устанавливаем инжектор напротив скола, затем плотно прижимаем его к поврежденному участку и в это отверстие уже заливаем непосредственно сам герметик. У нас герметик без названий и опознавательных знаков. Просто отламываем его кончик и заливаем в инжектор. Непонятно, сколько там герметика в этой бутылочке, сколько мы его уже залили. Ну так, на глаз, я думаю, вот этого количества будет достаточно. Теперь берем поршень, вкручиваем его до упора и делаем 5-6 оборотов в обратную сторону, создавая таким образом вакуум. Создание вакуума, я так понимаю, необходимо для того, чтобы воздух, который есть в трещинах, поднялся вверх над самим герметиком, а затем мы еще раз создадим давление и уже герметик попадет во все поврежденные места. Эту процедуру нужно делать в теньке, но при том условии, что через 5-6 минут вы сможете выгнать автомобиль на солнце, либо воспользоваться ультрафиолетовой лампой, так как сам герметик полимеризуется под ультрафиолетовыми лучами. Спустя 5-6 минут мы надеемся, что весь воздух из поврежденного участка поднялся вверх и теперь полностью вкручиваем инжектор для того, чтобы герметик под давлением заполнил поврежденный участок. В принципе, если это происходит, то с той стороны вам все хорошо должно быть видно. Собственно говоря, пока ничего интересного не происходит, но в таком положении инжектор будет находиться еще 10 минут. По-моему, ничего не происходит, я только наблюдаю пузырек воздуха, но вот эта трещинка якобы стала меньше. Сейчас подождем 10 минут и уже финальная стадия будет, там будет понятно. Прошло чуть больше 10 минут, за это время никаких позитивных видимых изменений мы не наблюдаем, но герметик еще не полимеризовался, то есть мы пока только заполняем скол. Сейчас я уберу инжектор, наверх скола добавлю еще немного герметика, накроем все это дело специальной пленкой, которая входит в комплект и на 20 минут поставим машину под солнышко для того, чтобы герметик полимеризовался. Пока видно, что герметика было достаточное количество, вот есть капля, которая потихоньку стекает вниз, ну и, собственно говоря, будем переходить уже к финальной стадии. Я распределяю герметик по достаточно большой площади, так как от скола отходят такие трещинки. Прошло 20 минут и никакого положительного результата я не наблюдаю. Для завершения ремонтных работ нам осталось удалить остатки герметика со стекла и, собственно говоря, оценить полученный результат. Оказывается, что удалять герметик это то еще счастье, но, я думаю, все получится. В общем, ничего хорошего из этого не получилось. Возможно, конечно, скол был не тот, либо перчатки не того цвета, но в любом случае вместо обычного скола мы еще получили теперь там черную точку по центру. Пользовались вот таким вот средством. Если вдруг вам когда-то что-то подобное попадется в руки, сами знаете, что с этим делать. Но так как вопрос со сколом не решен, я думаю, не лишним будет снять аналогичное видео или даже серию видеороликов, но уже с фирменными хорошими средствами для ремонта сколов на стекле. Обязательно напишите в комментариях, какие именно ремонтные составы вы хотели бы увидеть в наших обзорах первыми. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Субтитры сделал DimaTorzok